Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Сегодня в нашей студии китайский розан. Что это за растение? Давайте поговорим о нем. Давайте. Китайский розан или гибискус китайский, или просто розан, или клинок, или цветок любви. Вот видите, сколько названий у нашего цветка. Родом он из Южно-Восточной Азии и попал он в Европу в 17 столетии. И вот уже более трех веков этот цветок пользуется популярностью, встречается у многих в квартирах, в офисах. Вообще-то это цветок наших бабушек, прабабушек. Сколько я себе помню, у моей бабушки всегда рос этот цветок, и во многих домах он растет. А еще, мне кажется, этот цветок очень любят сажать и выращивать именно в лечебных учреждениях. Куда бы ни пришел, да. Он превращается просто в огромные деревья. Да. Но и советуют гибискус выращивать в каждом доме, потому что вот цветок действительно, посмотришь на него, он какой-то спокойный, он красивый, он вызывает как умиротворение, он хорошо влияет на нервную, на психологическую активность человека. Он еще обеззараживает воздух, очищает воздух в помещении. Поэтому вы правы, зайдя в любое медицинское учреждение, где-нибудь в детский сад, обязательно увидеть вот этот экспонат. Ну, бывает, что интерес к нему как-то пропадает. Ну, сейчас я вижу, что он тоже пользуется большой популярностью, спросом, часто продается в магазинах. Но ценится он не только за свою прекрасную листву, а листва у него действительно красивые. Посмотрите, удлиненные формы, листочки блестящие, с зубчатыми краями. Листочки бывают еще и другого цвета, немножко темно-зеленые, бывают светло-зеленые, с вкраплениями. Но ценится он больше всего за свои прекрасные цветы. И название розан он полностью оправдывает. И вот цветы похожи на розу. Тем более сортов сейчас много, есть простые цветы, есть махровые, полумахровые. И бывают от красного, от темно-красного цвета до желтого, до белого. И представьте, вот такой розан, он и в одиночной композиции хорошо смотрится, когда он одиночно стоит на окне среди цветов. А если взять композицию, если в один горшок, да посадить цветы с разной окраской, цветы с разной окраской, желтые, белые, красные. Представляете, какая будет красота. И потом цветок очень быстро растет, и еще и неприхотливый. То есть сплошные плюсы у гибискуса китайского. Наталья Викторовна, какие необходимо создать условия для этого цветка? И по условиям, по требованиям он тоже очень и очень не капризный. Температура для него комнатная, оптимальная. Он прекрасно растет в квартирах и даже с жарким, с жарким климатом, температурой. Но весной, конечно, его желательно выносить или на балкон, или вывозить на дачу, что он тоже, за что он будет вам очень благодарен. Или на веранды крытые выставлять, хотя не любит сквозняков. И что он еще не любит, чтобы его переставляли с места на место. Вот если вы решили завести такой цветок у себя дома, сразу определитесь с местом. Не то, чтобы вы носили этот месяц, он у вас постоял в одном месте, потом в другом, в третьем. Иначе он вам ответит листопадом. А если бутоны будут, то может сбросить и бутоны. Поэтому, что температуру комнатную любит, но что он не любит, так это высокую температуру. Вот хочу сказать, его секрет в том, что цветочные почки закладываются при температуре где-то 15 градусов. И если ваш цветок всю зиму стоит возле батареи теплой и в квартире жарко, то цветения вы вряд ли дождетесь. Поэтому на зиму его лучше убирать от окна и поставить его. Он нормально переносит расстояние от окна. Он может стоять прекрасно на этажерках, на полках, на различных подставках. Уберите его на зиму где-то в самое такое прохладное место у вас в квартире. Или уж тогда закрывайте батарею для того, чтобы он нормально провел зиму, перезимовал, отдохнул, заложил цветочные почки. А весной, как только он начнет трогаться в рост активно, это конец февраля, начало марта, не забудьте его переставить поближе к свету. Так что к температуре у него вот такие оригинальные требования. Свет он любит тоже рассеянный, не южное окно, не жаркие лучи, потому что листочки при всей кажущейся видимости, что они такие плотные, они очень чувствительны к жаркому солнцу. И если они будут предоставать теплое жаркое окно, они могут обжигаться. Или будет на них сухая каемочка образовываться. Поэтому западное или восточное окно. Вот такой он любит температуру, такой свет. Что еще он любит, так это подкормки. Особенно в период цветения. Его нужно бы кормить. Наталья Викторовна, как часто необходимо пересаживать китайский розан? И можно ли его размножить? Пересаживают молодые растения раз в год. Это делаем в основном весной, когда начинается активный рост, активные сокодвижения в растении. А взрослые растения, их можно пересаживать где-то раз в 3-4 года. Методом перевалки. Но если вы, допустим, в этом году взрослые растения не пересаживаете, то вы можете просто взять верхний слой, снять в горшке и добавить питательной почвы. Для того, чтобы немножечко растения поддержать. Размножаются тоже очень легко черенками. Вот обрезаются черенки, вот эти крайние. И обычно или ставятся в воду, где они укореняются через 2-3 недели. Или можно их посадить в почву, сделать такую мини-тепличку. И они тоже очень быстро укореняются. Любят, чтобы его подкармливали во время цветения раз в неделю. Он очень прожорливый в этом плане. Если другие цветы мы подкармливаем раз в месяц или 2 раза в месяц, то здесь во время цветения нужно подкармливать регулярно. И цветок на розане держится всего 1 день. Затем он увядает. Но когда цветет, как правило, у него очень много бутонов. Поэтому подкармливаем и нужна для активного-активного цветения. Это вот розанок китайского. Наталья Викторовна, Вы уже сказали одну из причин нецветения этого растения. Это высокая температура или жарко, когда в комнате или в доме, где он находится. Есть ли еще причины, почему розан не цветет? Самая главная причина нецветения розана или гибискуса китайского – это жаркая температура. Поэтому если Вы создадите ему зимний период, когда он проходит такой вегетативный сон, покой, создадите температуру 14-15 градусов, 100% уверенность, что китайский розан будет обязательно у Вас цвести. И еще причина нецветения, если Вы не проводите обрезку своего деревца. Наталья Викторовна, если говорить о поливе и влажности, какие к этому требования предъявляет растение? Очень влаголюбивый. Может потому, что выходец из тропических районов Юго-Восточной Азии, полив, конечно, нужно делать регулярно, чтобы ком земли у Вас был влажный. Ну, пусть верхний слой просохнет, сантиметра на 2-3, а в середине ком должен быть влажным. И еще, что он любит, ежедневные опрыскивания. Поэтому возле этого цветка у Вас должен обязательно стоять пульверизатор с водой. Можно марганцовочку светло-розовую развести и каждый день опрыскивать его листочки. А еще очень любит, когда Вы ему устраиваете душ в ванной. Он будет Вам очень благодарен за это. Смывается пыль с листьев, открываются хорошо поры, листья дышат. Видите, они очень чувствительны к влажности воздуха. Если говорить о формировании и об обрезке. Вы уже сказали, что это очень важный момент выращивания и выходе за китайским розаном. Как правильно это делать? И как часто это стоит делать? Китайский розан, он растет или в виде кустика, или в виде деревца. Что касается нашего розана, то он у нас растет не в виде кустика, не в виде деревца. Потому что он растет у нас... Я знаю почему. Он растет у нас вопреки всему, понимаете? Поэтому я решила взять над нашим розаном шефство. Он у нас растет как бы сам по себе. Никогда он не прищипывался, не формировался. Прищипывать нужно молоденькие растения. Вот вы купили или вам подарили китайский розан, вы видите, что у него растут боковые побеги, достигли они 10-15 сантиметров. Вы обязательно прищипните их, чтобы они... чтобы деревце... или чтобы росло кустико, в общем, ваше растение. Ну, давайте посмотрим на наш экземпляр. Он у нас растет как вот ему хочется. В принципе, никогда не формировался, да и не прищипывался, пока был молоденьким. Поэтому сегодня мы будем его формировать. А формировать его нужно, потому что весной, каждой весной, какое бы ни было у вас дерево, старое, большое, маленькое, ежегодно нужно формировать. Формировать, в общем, такая называется формировочная обрезка. Потому что, вы должны запомнить это, цветет только на молодых побегах. На старых побегах цветов не дождетесь. Ну, что у нас? У нас может цветок появиться на вот этом побеге, на этом, на этом и на этом. Все. Больше у нас цвести не будет. А если бы он у нас был кустиком, да было бы много боковых побегов, то, конечно, он бы очень красиво у нас цвел. Поэтому мы попытаемся его сегодня обрезать, чтобы он у нас зацвел, дал, во-первых, много боковых побегов. И каждый боковой побег давал бы много бутонов. Я смотрю, что он у нас не потерянный, я скажу так, что с ним можно еще работать, с нашим кустиком. И сегодня мы будем с ним работать. У нашего растения такой одревесневший ствол, и бывает, что даже ножницы не смогут взять. Но я надеюсь, у нас секатора нет. Я надеюсь, что мы сегодня при помощи ножниц сможем сделать обрезку гибискуса китайского. Меня радует то, что вы видите ствол, да, утолщенный, а на нем идут, живые почки есть, дают побеги. То есть, если мы сделаем обрезку, то обязательно вот почки, дается толчок почкам, понимаете, для роста боковых побегов. Что мы делаем? Вот этот побег мы с вами оставляем, он у нас нормальный. Этот побег мы с вами обрезаем над почкой. Удачно. Нормально ножницы взяли обрезку. И вот этот черенок мы можем поставить в воду, и прекрасно он укоренится. Этот тоже мы обрезаем. Здесь тоже будем обрезать. Давайте я. Давайте пробуйте, Маша. Мы попытаемся нашему розану... Здесь, Наталья? Да, над почкой. Попытаемся придать ему форму такого пышного костика. Это тоже мы обрезаем? Так, будем обрезать, потому что он очень большой уже вырос. Достаточно? Да. Так, будем дальше думать. Маша, посмотрите, вот здесь у нас просто отломилось. Да, поэтому мы сразу без... Хотя он и растет. Вы видите, насколько велика жажда жизни у этого черенка. Он у нас сломан, но он продолжал расти. У меня была такая мысль взять его изолентой. Здесь мы обрезаем? Так, давайте подумаем. Так, обрезаем. И вот здесь. Так. А пока вот это... Осталась у нас одна ветка необработанная. Маша, посмотрите. Видите, живая почка. Вот над ней мы сделаем обрезание. Обрезку. Ну, посмотрите на наш китайский розан. В дальнейшем... Он стал скромнее. Намного скромнее. Зато у него после обрезки появятся быстро вот здесь новые побеги. Живут вот эти почки, которые находились в спячке. Мы его сейчас выставим на свет и начинаем его подкармливать. Пока у него нет листвы, мы будем подкармливать два раза в месяц. А когда начнется активный рост, будем кормить его каждую неделю. И надеюсь, что он приобретет такую пышность и будет обязательно нас радовать цветением. Я предлагаю через несколько месяцев показать нашим телезрителям китайский розан и что с ним стало. А вот посмотрите, сколько у нас может быть новых черенков укоренившихся, которые мы можем раздать нашим сотрудникам, кто желает иметь у себя дома такую красоту. Лично у меня дома нет китайского розана. Но в таком виде, как он у нас был, его на подоконник поставить невозможно. А если вы будете его формировать, вовремя обрезать, прищипывать, он будет очень красивый, прекрасно поместится на подоконнике у вас и будет радовать своим красивым цветением вот таких замечательных розочек. Спасибо, Наталья Викторовна. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. Всего вам хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова